Кейн Энтертейнмент представляет Мидвея или Эссекса. Получил я этот авианосец за бесплатный боевой пропуск в события Американские авианосцы. Для тех кто пропустил этот ивент, будут качать ветку авианосцев начиная с четвертого уровня, и перед ними будет стоять выбор, в каком направлении двигаться. И вот как раз для них будет полезно посмотреть это видео, чтобы знать чем отличаются эти две ветки друг от друга. Ну это конечно же если вы заинтересованы играть на авианосцах. Итак, начнем. Несмотря на то, что это первый представитель ветки авианосцев поддержки, поддержку для своей команды как Йорктаун или Эссекс он оказать не может, так как разработчики лишили его возможности ставить союзникам дымовую завесу. Возможно в будущем разработчики это исправят и дадут его тактической авиации дымы, чтобы они могли саппортить союзным кораблям и скрывать их в дымах при необходимости. Но зная наших разработчиков сделают они это точно не скоро, да и то если на них надавят авиаководы. Хотя если честно, я не понимаю почему 6 уровню не дали дымы. Если вы знаете ответ на этот вопрос, то напишите его пожалуйста в комментариях, может быть я что-то упускаю. Но смотрите, я немного объясню свою мысль. На пятом уровне у американского крейсера Омаха нету возможности выбора между расходниками. У него есть только гидроакустический поиск и на этом все. А вот уже начиная с 6 уровня у тяжелых крейсеров ветки Демойна есть выбор между заградкой и гапом. Индепенденс это авик 6 уровня, который по идее должен быть равносильным, как и вся остальная ветка. К тому же его часто закидывает в бои к восьмеркам, по крайней мере так было у меня. Не знаю как у вас, может быть вам повезет больше, чем мне. Но играя с восьмерками, слабая авиация 6 уровня, мало что им может противопоставить. А вот помочь своей команде занять выгодную позицию или же скрыть их от вражеского обстрела было бы очень полезно. Начну с общих отличий всей ветки. У самой Тошки авианосца меньше боеспособности, чем у ветки Мидвея. Конкретно у Индепенденса 40200 единиц боеспособности, а у Рейнджера 44900, что почти на 5000 больше. По ПВО авики тоже сильно отличаются. Индепенденс имеет урон в ближней ауре 116 единиц, а Рейнджер имеет урон в ближней ауре 357 единиц. У обоих авиков аура работает на 2 километра. В средней ауре Индепенденс имеет урон 259 единиц на 3,5 километра, а Рейнджер всего лишь 172 единицы на 3,5 километра. Дальняя аура у Индепенденса нету, а у Рейнджера есть, которая работает на 4,8 километра с уроном 74 единицы. Разрывов на этом уровне у авиков нету. Но если посмотреть на ПВО всей ветки в целом, то она явно уступает ветке Мидвея. По маневренным данным, скорость хода Индепенденса 31,6 узла в базе. У Рейнджера скорость хода 29,5 узлов. То есть разница есть, но она незначительная. Для авианосца, который не особо сильно передвигается по карте, это не самый важный параметр. По радиусу циркуляции вся ветка имеет радиус немного меньше, чем ветка Мидвея. Конкретно у Индепенденса радиус циркуляции 820 метров, у Рейнджера 1010 метров, и рули немного шустрее. 10 секунд против 11,4 секунды у Рейнджера. Следующий немаловажный параметр, которым отличаются обе ветки, это маскировка. У авианосца в поддержке маскировка гораздо лучше. Заметность Индепенденса с кораблей 9,9 километра. Заметность Рейнджера 13,8 километра. С учетом того, что бои на шестерках проходят на небольших картах, эта разница очень огромная, которая позволяет авианосцам поддержки близко подходить к противникам, конечно же прикрываясь островами от прострелов противников, когда вражеская авиация подсвечивает наш авианосец. Как вы понимаете, с ростом уровня авианосца эти параметры будут более серьезно отличаться друг от друга. Следующее отличие имеет уже авиация. На авианосцах поддержки ветки Эссекса у штурмовиков и бомбардировщиков тактическая авиация, такие же как и на звездных авиках. Именно эта авиация начиная с 8 уровня может ставить союзникам дымы, но как я говорил ранее Индепенденса обделили. Тактическая авиация имеет немного меньше боеспособности чем обычные. Конкретно я имею ввиду боеспособность одного самолета. У Индепенденса на штурмовиках это 1420 единиц, у Рейнджера 1490. Разница незначительная, но на звене в несколько самолетов это будет сильно заметно. По скорости самолеты, к сожалению, не отличаются. 157 узлов скорость полета и 198 узлов под форсажем. Тактические штурмовики Индепенденса имеют звено из 5 самолетов, все 5 самолетов участвуют в атаке, который выпускает 4 127 мм ракеты с уроном 1900. У Рейнджера такие же и самые ракеты с таким же и самым уроном, но у него по 6 ракет на самолете. Его эскадрилья отличается тем, что она состоит из 8 самолетов, но атакуют только 2 самолета из всей эскадрильи. Тактическая авиация дает преимущество в разовом уроне. У Индепенденса звено штурмовиков сбрасывает по противнику сразу 20 ракет, которые наносят серьезный урон, а у Рейнджера всего лишь 12 ракет. Но сделать он может, примерно 2 может быть 3 захода, смотря на то, насколько мощное ПВО у противника и как быстро он собьет всю эскадрилью из 8 самолетов. Если противник со слабым ПВО, то Рейнджер может сделать на него несколько заходов, серьезно просадив его по боеспособности. Но если противник с мощным ПВО, то тут конечно имеет преимущество тактическая авиация, которая быстро пролетает и наносит урон, не задерживаясь в аурах ПВО. По такому же принципу работает советская авиация, чем они привлекли к себе большое внимание игроков. На мой взгляд, самые серьезные отличия, которые имеет тактическая авиация, это время подготовки. У Индепенденса подготавливается 5 самолетов за 93,1 секунды, а у Рейнджера штурмовики подготавливаются по одному самолету за 55,1 секунды. Так что тактические штурмовики восстанавливаются намного быстрее, чем обычные. Бомбардировщики Индепенденса имеют серьезные отличия от бобров Рейнджера. Боеспособность одного самолета 2790. У Рейнджера боеспособность одного самолета 1960 единиц. По скорости они не имеют между собой отличий 120 узлов на бреющем полете и 156 узлов под форсажем. Тактическое звено состоит из 6 самолетов, которые несут по одной бомбе с уроном 5600 и пробитием 42 мм. Звено Рейнджера состоит из 9 самолетов, но атакуют из них всего лишь 3. У каждого по одной бомбе с уроном 9200 и пробитием 53 мм. Если рассматривать заходы на одинокую цель даже с мощным ПВО на 6 уровне, то Рейнджер точно должен сделать на него 2 захода, сбросив на него 6 бомб. То есть то же самое, что и тактическая авиация Индепенденса. Но урон у этих бомб намного выше и пробитие больше. То есть против линкоров бобры Рейнджера будут более эффективны. Но другой параметр, который меня подкупил в тактической авиации это время подготовки самолетов. У Индепенденса бобры подготавливаются 6 самолетов за 104,5 секунды, а у Рейнджера подготавливаются по одному самолету за 53,2 секунды. То есть Индепенденс может сделать больше вылетов на бобрах, но при этом урон они наносят немного меньше. Тактическая авиация имеет преимущество при заходе на цели с мощным ПВО. Ей нужно откидаться всего лишь один раз. А вот обычная авиация Рейнджера придется сделать несколько заходов. Если цель идет в эскорте с несколькими кораблями, то сделать хотя бы два захода будет очень непросто. Так как скорее всего при развороте вы потеряете 6 самолетов из 9. Торпедоносцы у Индепенденса обычные, но немного отличаются от торпедоносцев Рейнджера. У обоих авиков звено состоит из 8 самолетов, атакующие из них 2, боеспособность торпедоносцев Индюка 2064, а у Рейнджера 1988. Также есть небольшое отличие в скорости. 118 узлов на обреющем полете и 154 под форсажем. Против 115 узлов у Рейнджера и 151 под форсажем. Отличие в скорости 3 узла. Возможно разница незначительная, но все равно на перелете на большие расстояния скорость может зарешать в некоторых ситуациях. Следующий немаловажный параметр, которым очень сильно отличаются эти авианосцы, это урон на торпедах. У Рейнджера нормальные торпеды с уроном 5567, скорость хода 35 узлов, дистанция взведения 344 метра. У Индепенденса торпеды очень слабые, 3767 единиц урона, но скорость хода на 10 узлов больше, 45 узлов. Но со скоростью хода торпед также растет и дистанция взведения 606 метров, это почти в 2 раза больше, чем у Рейнджера. По времени подготовки разница небольшая, 66,5 секунды у Индепенденса и 69,4 секунды у Рейнджера. Для тех кто не в курсе, у линкоров самая мощная ПТЗ. У крейсеров ПТЗ немного слабее, на 5 и 6 уровне у некоторых оно вообще отсутствует. И у эсминцев также нету ПТЗ. Поэтому быстроходные, но слабые торпеды Индепенденса будут эффективно работать только против эсминцев и крейсеров. По линкорам они будут наносить меньше урона. Скорее всего, что он этот урон особо сильно и не почувствует, поэтому неповоротливых исполинов лучше атаковать штурмовиками и бобрами, но это конечно по возможности. По навыкам командира. Первое. Воздушное господство. Улучшенные двигатели. Авиационная броня. Улучшенная авиационная броня. Мастер борьбы за живучесть. Поскольку у меня сидит командир с десятью очками навыков, у меня нету навыка мастер борьбы за живучесть, который увеличивает количество очков боеспособности самолетов. Но скажу так, что даже без него самолеты довольно таки живучие. Я бы рекомендовал брать на этот авианосец навык неконтактный взрыватель торпед, который игнорирует 10% ПТЗ за 4 очка. Если вы будете активно использовать торпедоносцы против крейсеров и линкоров, то он будет очень полезен. Но это, конечно же, если у вас настолько прокаченный капитан, которого вы можете позволить себе посадить на авианосец шестого уровня. У меня, например, нету такого капитана, да и навыка шестого уровня я точно играть не буду, поэтому у меня сидит с десятью очками. По модернизациям я поставил в первом слоте авиагруппы, во втором авиационные двигатели, в третьем авиационные торпеды, в четвертом торпедоносцы. На шестом уровне авианосцы не сильно отличаются друг от друга по эффективности, но разница, конечно же, есть. Если вы часто играете на авике шестого уровня против восьмерок, то лучше всего играть на индюке, так как его тактическая авиация будет более эффективно работать по целям с более мощным ПВО. К тому же маскировка позволяет близко подойти к противникам и совершать больше заходов на противников, не давая ему отдышаться. То есть использовать аварийную и ремонтную команду. Представьте себе, ваши союзники поджигают линкор или вы поджигаете линкор, который использует аварийную команду. Она уходит в кулдаун на 80 секунд. После чего вы совершаете еще несколько заходов на этот линкор и вешаете ему пожар или затопление. А если вы будете держаться на большом удалении от противников, то совершать частые заходы на противника не получится. Конечно же вы будете вешать пожары и затопление. Но к тому моменту, когда вы повесите второй пожар на противника после использования им аварийной команды, она откатится вновь. То есть эффективно выжигать корабли противника вы не сможете. Ну конечно же при игре на короткой дистанции от противников есть большой риск потерять свой авианосец. Поскольку вы не знаете в какой момент ваша команда посыпется на том фланге, где находится ваш авианосец. И противники просто продавят это направление и уничтожат ваш авианосец. Любому авианосцу в нашей игре нужно время для того, чтобы уничтожить какой-то корабль противника. Будь это крейсер, эсминец или линкор. А вот линкору много времени на это не нужно. Один его залп отрывает треть или половину столбца боеспособности авианосца. Эсминец под форсажем может быстро подойти к авианосцу стоящему за островом и отправить в него два веера торпед, от которых авианосец отправится на дно. Пока что авианосцы поддержки мне очень сильно понравились. Насчет шестого уровня я не могу сильно его похвалить, так как не вижу в нем серьезных отличий. Но восьмерка, Yorktown, мне очень сильно понравился. Я надеюсь, что Essex будет не менее эффективным и когда эта ветка станет доступна для исследования, я постараюсь сразу же выпустить видео про него. Ну а на этом у меня все, всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали это, поставьте лайк, если видео было полезным или интересным, вам не сложно, а мне приятно. С вами был Кейн, всем удачи, всем пока.